Нина Николаевна Манелис – человек творческий и полный энергии. 40 лет проработала она в Доме культуры поселка совхоза имени Ленина. 30 из них – директором. Руководство поселка не хотело отпускать такого талантливого работника на пенсию и предложило альтернативу – работу с пожилыми людьми, создав для этого все условия. Нина Николаевна согласилась без раздумий. Ко дню работников сельского хозяйства, который будет 9 числа, мы решили выставку сделать. Выставку не только от продукции совхоза имени Ленина, но и продукции, кто умеет делать наши дети войны, наши ветераны труда. И вот мы такую выставку организовали здесь. Выставка проходит уже второй раз. И это дает возможность поделиться результатами своих трудов с окружающими. Здесь отношение к людям пожилым очень такое трогательное. И администрация всегда обращает особое внимание к людям пожилым, к детям войны. И мне, как священнику, очень хочется помочь им. Я всегда стараюсь и как-то отметить их, и подарочки подарить. Участвовать могут люди любого возраста. Это подтверждают присутствующие экспонаты, созданные детьми из детского сада «Капелька». Единственное обязательное требование для участия – желание. Кто-то вышивает, кто-то делает заготовки, кто-то занимается растеневодством, цветоводством. Не просто так сидят дома, занимаются любимым делом. Торжественное мероприятие было преисполнено радостью и весельем. Люди благодарили друг друга, давали наполненные опытом советы и подпевали мотивом заводных песен. Без песни никуда. Мы просто поем, у нас душа будет. И днем, и ночью душа будет. А что мы можем спеть на камере, девочки? Ну, типа, Тонь, твоя ничего я с собой не поделаю. Ну-ка, ладно, она такая, очень хорошая. Ничего я с собой не поделаю. Я лишилась покоя и слава. После официальной части гости могли полюбоваться образцами выставки и попробовать привезенные дары полей. Отказываться от дегустации качественной продукции не стал никто.